Всем привет! Вы думаете, что несметное богатство присуще только арабским шейхам и сильным мира сего? Наркобароны из Мексики могут затмить своим шикарным образом жизни даже самых богатых людей мира. Вы на канале Макс ТВ и в этом видео вы узнаете о том, как живут самые богатые наркобароны в мире. Пабло Эскобар Сложно найти человека, который хотя бы раз в своей жизни не слышал о таком преступнике, как Пабло Эскобар. Пабло Эскобар – один из самых известных и жестоких наркобаронов 20 века не только Колумбии, но и всего мира. Знаменитый преступник использовал множество методов незаконного оборота наркотиков. Одной из его гениальных идей было замачивание джинсов в жидком кокаине и их последующая поставка в США. В 30 лет Пабло стал одним из самых богатых людей мира, а его состояние оценивалось в более чем 30 миллиардов долларов. Прежде чем отправиться в бега от полиции, Пабло приобрел участок площадью почти 20 квадратных километров, назвав его поместье Наполис. Вход украшала точная копия самолета Пайпер, идентичная тому, который использовался для доставки в Соединенные Штаты первой партии кокаина, а территория была заставлена статуями динозавров и других существ. Также на территории поместья располагался уникальный зоопарк с лошадьми, слонами, носорогами, бегемотами и жирафами. Но это не единственная вилла для отдыха главного наркобарона 20 века. Можно с уверенностью сказать, что при его жизни это были райские уголки, но вот так выглядят они после смерти хозяина. Шикарные особняки разрушаются с течением времени, а экзотические животные отправились в зоопарк. Эль Чапо По данным американских властей, Гусман является одним из самых крупных наркоторговцев в мире. Власти США назначили 5 миллионов долларов в награду за его поимку. Интересно, что в 2009 году Форбс взял и включил Эль Чапо в свой список самых богатых людей планеты, заняв 701 место. Не так уж плохо, учитывая 7 миллиардов конкурентов. 8 января 2016 года мексиканская полиция отметила свой самый крупный успех с момента убийства Пабло Эскобара. Был пойман и арестован знаменитый Эль Чапо, прославившийся своей страстью кинематографу, торговле кокаином и убийству людей. При обыске наибольшим сюрпризом стал тоннель, который расположился прямо в ванной комнате и вел в городскую канализацию. Благодаря этому в любой непонятной ситуации наркобарон имел возможность сбежать. Именно подземные коммуникации помогли Гусману заработать свой миллиард. По тоннелям картель Синалоа доставлял марихуану, кокаин и другие наркотики в США. Забавный факт. Эль Чапо сбежал из тюрьмы как раз-таки через тоннель. У этого парня есть определенный опыт. В его камере велось видеонаблюдение, но ни побега, ни подготовку к нему заснять не удалось. Тоннель ввел на строительную площадку неподалеку от тюрьмы. Добравшись до нее, Эль Чапо скрылся в неизвестном направлении. Каким образом удалось незаметно для властей проделать такую работу, не сообщается. Во время обыска также был обнаружен целый автопарк с бронированными машинами. Самый интересный экземпляр – это реплика машины мексиканской полиции, которая помогала преступнику совершать нелегальные перевозки. Теодоро Маурицио Арестованный Теодоро Маурицио по причине контрабанды кокаина жил в домике на вершине холма. Чудесный коттедж, окруженный сочной зеленью, скрывает в себе немало роскоши, которую так любят наркоторговцы. На заднем дворе дома – роскошный бассейн в средиземноморском стиле. В полуподвальном помещении дома располагался грот с джакузи. В доме было обнаружено множество произведений искусства, большая часть из которых находилась в международном розыске. Типичная находка для такого рода обысков – пистолет с золотым изображением Девы Марии на накладке. Таких пистолетов в доме задержанного было несчетное количество. Больше, чем в любом музее. Также было обнаружено нереальное количество денег. Например, в этой аккуратно сложенной кучке – 200 миллионов долларов. Норманс Кей Норманс Кей – это маленький багамский остров площадью в несколько сотен квадратных километров. Находится неподалеку от побережья Флориды. В течение четырех лет, начиная с 1978 года, остров был собственностью колумбийского наркобарона Карлоса Ледера и являлся перевалочной базой для контрабанды кокаина из Колумбии в США. Обычно наркобароны покупают дорогие дома, машины, драгоценности. Но Карлос Ледер решил не мелочиться и приобрел этот остров за 4,5 миллиона долларов. Сразу же после этого наркобарон стал скупать на острове большое количество недвижимости. Таким образом, в течение короткого времени весь остров оказался под полным контролем колумбийской наркомафии. За короткий срок остров был превращен в пристанище разврата для Ледера и его сообщников. Конец господству наркомафии на острове положили доклад Брайана Росса о коррупции в Багамском правительстве и последовавшей вслед за этим штурм острова полицейским десантом. Единственное, что осталось в напоминании о том времени – ржавые остатки реактивного самолета, загруженного кокаином, который не смог взлететь со взлетно-посадочной полосы, и разрушающиеся виллы. Когда в 2012 году несколько австралийцев решили арендовать небольшое помещение в центре города Санта-Марта и переоборудовать его под хостел, они даже не представляли, какое необычное здание им досталось. Здание было построено в 1970-х годах и использовалось наркобаронами в качестве одного из своих убежищ. Здесь часто бывал и Пабло Эскобар. Сохранились шифровки на стенах, тайные ходы и секретные потайные места. Хранение баснословных сумм было одной из основных проблем картеля, ведь одно время они зарабатывали по 50 миллионов долларов наличные. Обычно они клали деньги за стены и в секретные комнаты, на свои собственные базы, а также в другие случайные дома, без ведома их владельцев. Одной из таких баз был этот особняк-хостел. По имеющимся данным, в доме 10 секретных тайников и до сих пор найдено только два пустых. В доме также была скрытая зона для безопасности, подземный подвал для хранения контрабандного виски и даже два секретных тоннеля-убежища. Во дворе рядом с бассейном вы все еще можете увидеть пьедестал, на котором была установлена гигантская спутниковая антенна. Картель использовал его для общения с отечественниками внутри страны или сетью контрабанды на Ямайке и в США. Ну вот и все! Сегодня мы с вами познакомились с самыми богатыми наркоторговцами 20 века и узнали немного больше о том, как и где они жили. А в каком из этих особняков вы бы хотели побывать? Пишите в комментариях, а также не забывайте делиться этим видео с друзьями и ставить лайки. До скорого!